Бегство на запад советского шифровальщика майора КГБ Виктора Шеймова и его семьи было настолько хорошо подготовленным, что спецслужбы СССР несколько лет ничего не знали об их судьбе, всерьез рассматривая версию об убийстве. Виктор Шеймов, окончив МВТУ имени Баумана и поработав в оборонном НИИ, был приглашен на службу в самое засекреченное подразделение Комитета Государственной безопасности 8-й главк, занимавшийся обеспечением безопасности и функционирования шифровальной связи СССР, правительственных коммуникаций внутри Советского Союза и за границей. К 1980 году Виктор Шеймов дослужился до должности начальника отдела, который курировал шифровальную связь зарубежных посольств. Майор был в курсе всех криптологических нюансов своей работы, как действующих, так и разрабатывающихся и уже использованных. По имеющимся в открытых публикациях данным, в 1979 году в Варшаве инициативно вступил в контакт с сотрудниками спецслужб США и получил псевдоним Сапфир. Чтобы его не оставили в СССР в качестве крота, он выдавал секретную информацию дозированно, самое важное держал при себе. Побег готовился тщательно. В лице жены Ольги предатель нашел единомышленницу. Шеймов при подготовке к побегу старался придать убедительности версии об убийстве семьи. Ольга взяла билеты на поезд до Ужгорода. На работе майор сказал, что на выходных будет у друзей в Подмосковье, где не работает телефонная связь. Побег наметили на пятницу, чтобы выиграть время до понедельника. Долгое время считалось, что семья Шеймовых пропала без вести, став жертвой нераскрытого преступления. Информация о том, что они могут находиться в США, просочилась в КГБ лишь в 1985 году, а достоверное подтверждение этого факта Москва получила лишь в 1988 году благодаря информации, полученной от сотрудничавшего с КГБ сотрудника ЦРУ Олдрича Эймса. Существуют различные версии побега семьи Шеймовых. По версии спецслужб, Шеймовых вывезли самолетом из аэропорта Внуково, загремировав Виктора под второго пилота, а Ольгу с пятилетней дочерью в ящике с якобы использованной посольской электроникой. О масштабах подрывной деятельности Виктора Шеймова против СССР не сообщается, эта информация до сих пор засекречена. В фильме «Тайны века» убийство под грифом «Секретно» сообщалось, что под Москвой американские спецслужбы установили устройство для перехвата закрытой информации, которую передавали по кабелю связи. Пять лет переписка с зарубежными резидентурами КГБ шла фактически открытым текстом. Только в 1985 году устройство было обнаружено и обезврежено. Отметим, что попытка ЦРУ сделать из Шеймова честного борца советским режимом потерпела сокрушительное поражение. Историк западных спецслужб Филипп Найтли писал, что Шеймов не относится к тем шпионам, которыми двигали идеологические и политические мотивы. Его обильно проплаченный ЦРУ шпионаж целиком и полностью основан на корыстолюбии. В 1990-х годах Шеймов опубликовал свои мемуары, в которых писал, что он много общался с диссидентами, ему претил советский строй как таковой. Так он стал ярым бойцом с тоталитаризмом. Эти мемуары были раскритикованы западной прессой. Вашингтон-Пост упрекал предателя в нарциссизме и прямом вранье. Тайм в статье «Позор тебе, Виктор» призывал предателя не строить из себя Снегурочку, удачно обыграв его фамилию. Шейм по-английски «позор». В 2000 году Шеймов обратился с беспрецедентным судебным иском к ЦРУ в связи с тем, что сумма его вознаграждения, обещанная ему во время вербовки в размере 1 миллиона американских долларов, так и не была ему выплачена. По его словам, вознаграждение выплачивалось ему частями и суммарно не превысило 200 тысяч. В то же время он в течение долгого времени получал бесплатный дом для проживания своей семьи, автомашину и оплачиваемое обучение для себя и своей семьи. Суд предатель выиграл, но какую именно сумму отсудил неизвестно. Издание «Трибуна» сообщает, что Виктор Шеймов занимался в США бизнесом, связанным с кбербезопасностью. Предатель скончался в начале декабря 2019 года в возрасте 73 лет. А у нас на сегодня все. Если видео понравилось вам, поддержите канал лайком и подпиской. Надеемся в дальнейшем вас не разочаровать.